Сотрудники газеты «Видновские вести» регулярно проводят самые разнообразные викторины для своих читателей. В этот раз в них возникла идея провести конкурс, который назвали «Крылья, лап и хвост». Редакция газеты «Видновские вести» в последнее время активно занимается взаимодействием со своими читателями. И мы чувствуем обратную связь, за что я хочу поблагодарить наших читателей. Спасибо, что вы читаете нашу газету и участвуете в наших конкурсах. Дальше больше, следите за новостями. Призы классные, спонсоров много. Напомним, что по условиям конкурса нужно было прислать на электронную почту фотографию своего питомца и написать о нем небольшой рассказ. Интересные истории опубликовали в газете «Видновские вести». Идея нашла отклик. В течение апреля нам присылали творческие работы. И сегодня мы награждаем самых талантливых, самых лучших авторов. Елена Новоселова увидела в местной газете информацию о конкурсе. И не раздумывая, отправила историю о своей кошке. И не прогадала. Ее рассказ не остался незамеченным. Ей присудили первое место. Рассказ был о том, как я везла ее еще маленьким котенком в деревню через разные препятствия на перекладных. И это было в тот год, когда летом было очень-очень жарко. Со вторым местом можно поздравить Викторию Филатову. А на третьем Ольга Жиркова. Она не смогла присутствовать на награждении. Подарок получила ее знакомая. Примечательно, что на проведение конкурса «Крылья, лапы, хвост» вдохновила читательница газеты Вера Сергина. Она тоже приняла в нем участие. За такой вклад ее наградили призом симпатии редакции. Спасибо вам большое за участие в конкурсе, во-первых. А во-вторых, за то, что именно вы подали нам идею этого конкурса. Победители получили кармай наполнителя от компании-спонсора «Кот-матрос». Для нас это честь и радость радовать пушистых хвостов и их хозяев. Редакция газеты «Видновские вести» будет и дальше радовать своих читателей. Не только конкурсами, но и статьями о событиях Ленинского городского округа. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.